добрый день и снова в эфире программа на самом деле университет магнитогорский государственный технический университет имени носова чем он живет о чем думают специалисты об этом мы поговорим сегодня с профессором доктором технических наук песенным александром моисеевич александр моисеевич добрый день добрый день спасибо что нашли время прийти к нам в эфир каковы же планы сегодня ведущих профессоров вот тема нашей программы мы надеемся что ваша мысль развивается несмотря ни на что и вы будете нашей опорой я знаю что вы являетесь заместителем руководителя одной из лабораторий которая поистине уникальна у нас действительно уникальная лаборатория мы имеем очень хорошее оборудование которое позволяет нам делать эксперименты с очень многими материалами сталью алюминием медью и другими материалами мы занимаемся много теорий и с появлением стана у нас появилась возможность делать очень большие интересные исследования в том числе для магнитогорского металлургического комбината в стенах лаборатории идет наука идет реальный поиск новых методов методологии да и материалов это мы уже слышали читали вам не удалось остаться в безвестности город знает об этом спасибо вам спасибо что вы это делаете предлагаю чтобы и наши зрители вспомнили об этом посмотреть сюжет у этих десятиклассников проектной школы мгту имени носова есть не только уроки но и официальные рабочие будни они занимаются исследовательской деятельностью в лаборатории механика градиентных нано материалов имени жиляева получает свою первую зарплату и имеют трудовые книжки под руководством опытных наставников они погружаются в увлекательную науку все-таки первая задача наверное обучить их познакомить их с научно-исследовательской деятельностью ну и также они получают большой промышленный опыт который если уж они решат не связывать свою карьеру с исследовательской деятельностью они могут применять опыт это уже где-нибудь на производствах ученики проектной школы занимаются изучением бим металлов исследуют влияние различных параметров на их механические свойства на уникальном стане симметричной прокатки подобного больше нет ни в россии не в европе всего помощью можно получить новые материалы одновременно сочетающие в себе пластичность и прочность владимир доронин свойствами и структурой металлов увлечен с детства его отец работает в промышленной отрасли сейчас школьник исследует алюминий на самом деле я благодарен мгту и проектной школе за эту возможность то что я смог сюда прийти и работает также как и получать в дальнейшем развития в этой области но тут на самом деле такая своя обстановка веселая все друг с другом хорошо общаются работаем все вместе слаженно занимаемся своим делом всех друг другу помогают поддержка инициативных и талантливых ребят одна из основных задач мгту для молодых ученых сегодня доступны современные лаборатории по материаловедению где есть и опытно-промышленный участок школьники магистранты аспиранты могут вести не только разработку технологий от выплавки сплавов до получения заданных свойств но и делать определенное количество промышленных партий специальных материалов в рамках индустрии 4.0 ну мы сейчас готовим статью и доклад мы будем выступать на конференции в апреле мы получается у каждого из нас кто работает есть свои металлы и мы свариваем свой биметалл и каждый пишет по нему таблицу и доклад то есть сейчас мой доклад почти готов и вот это одно небольшое достижение уже сейчас девушки в науку сейчас все как бы рвутся и они добиваются больших успехов поэтому я считаю что у меня тоже есть такая возможность университет и лаборатория механика градиентных наноматериалов имени жиляева предоставляет возможности каждому кто хочет заниматься наукой и менять мир к лучшему вы знаете если бы свое время школьницы я попала в такую лабораторию то однозначно невзирая на свою общую гуманитарную направленность выбрала бы металлургию а современные дети вот тех что мы видели в сюжете и что-то подвигает к такому выбору вы знаете у нас большая проблема для города то что очень многие талантливые дети уезжают по разным причинам и университет и город и область очень нуждается в поддержке талантливых людей для того чтобы они остались важно нарисовать им будущее нарисовать им программу на 10 на 15 лет и вот сейчас наша лаборатория пытается это сделать наш университет пытается это сделать и мы сделали программу такую что мы пытаемся показать что например дети при школьнике 10 11 класс если они приходят в нашу лабораторию начинают работать в ней им нравится здесь очень важно чтобы им понравилось чтобы у них глаза чтобы они глаза заблестели тогда мы начинаем их поддерживать мы их устраиваем на работу они начинают получать даже свою трудовую книжку у них идет трудовой стаж они вот сейчас десятиклассники в апреле месяце выступят с докладом на взрослой большой конференции они сделали уже свою научную работу как нам их заинтересовать мы взяли и сделали жребий то есть они вытянули несколько металлов каждый по два металла случайным образом и дальше они их сварили между собой для если листы металла каждый свой свой сталь алюминий сталь медь алюминий алюминий разные виды алюминия и и вот они де исследовали влияние различных факторов на механические свойства полученных образцов но им нравится но и нам И мы сейчас продвигаем такую программу, которая, на мой взгляд, очень важна для города, для области, для комбината, ну и, конечно же, для нашего университета, и для родителей, и для учеников. Мы считаем, что нужно создать какой-то фонд, там нужно уже другой вопрос, что говорить, какой фонд, юридическое, это уже позже обсуждать, при которой школьники получали бы 10-20 тысяч рублей стипендии дополнительно, талантливые школьники, 50-100 человек могли бы претендовать на нее. Это не очень большие затраты. Если 10 тысяч, то это чистыми миллион рублей в месяц, 12 миллионов в год. 20 тысяч рублей, это 24 миллиона рублей в год для города, для комбината, для области, но это вообще не деньги. А это решает очень серьезную проблему, когда вот эти талантливые дети, которые у нас очень сильные школьники, у нас победители областных, всероссийских, международных олимпиад. И если бы кто-то из них оставался, а они останутся, если они увидят перспективу, было бы очень важно. И знаете, прошу прощения, мне кажется, это очень правильно. Почему? Потому что уже многие сказали, что дети взрослеют чуть раньше, и даже в 16-17 лет им хочется делать реальное дело. Им вы эту возможность даете. Они приходят и получают опыт работы, опыт взаимодействия с учеными. И перспектива, это тоже важнейшая часть. Им становится понятно, что в университете я не просто учусь и получаю диплом с попыткой потом где-то искать работу, но они уже видят свои перспективы. И возможно, ведь даже и научные, то, что начато сегодня, они могут потом продолжать. В том числе и научные. Здесь две вещи. Во-первых, это общение между собой. Когда талантливые дети общаются с талантливыми людьми, они общаются со студентами, с аспирантами, с молодыми учеными, кандидатами наук, докторами наук. И они что-то при этом делают, делают какие-то проекты совместно. Это очень важно. Подпитка идеями. Это подпитка идеями, это как-то уверенность в своих силах, это уверенность в своем будущем какой-то. Вот это мы все, задача всех нас, сделать что-то такое, чтобы мы этих людей не теряли для города, для всего остального. И для металлургии в целом. И у нас оборудование сейчас уникальное, поэтому им действительно интересно. И они могут действительно что-то интересное сделать. Если мы будем, начнем вот таких ребят оставлять в городе, создавать им рабочие места, то лет за 10 мы получим такой кадровый состав этих людей, что мы можем действительно горы сдвигать. То есть мы можем сделать качественный скачок вообще в развитии отрасли. Мы можем качественный скачок в развитии отрасли. Я видел, я когда-то был в ПОСКО. И как они работали. Они пригласили ученого из Франции, который возглавил институт металлургии. И там они реально создали лаборатории, которые сделали ПОСКО одним из лучших мировых лидеров в области металлургии. Насколько я знаю, там и прирост населения случился фантастический. Там фантастический. В 50-м каком-то году, в 57-м или 58-м году, там было 50 тысяч. А сейчас там два металлургических комбината. Один, по-моему, 29 миллионов тонн стали выпускает. А другой 19 миллионов тонн стали. Ну что-то ему нет. 20 не так. 22 и 19 миллионов тонн стали. То есть где-то около 40 миллионов тонн стали суммарно. И население выросло, да? Население выросло от что-то тысяч в районе 800 города. Ну, это огромный скачок. Там же находятся и, правда, эти КИА-заводы автомобильные рядом. То есть промышленный центр качественно развился вообще более широко, да? Во всех смыслах? Ну, одно из главных – это, конечно, кадровая подпитка. Но вообще Магнитогорск всегда отличался очень людьми. Фактически при всем том, что у нас есть комбинат, у нас есть много других достижений. Но самое главное достижение наше всегда было – это люди. У нас было очень много талантливых, очень много интересных людей. Притом как в технологиях, в технике, так и в гуманитарной сфере, музыкальной культурой. Ну, и практически театры замечательные во всех областях. Александр Моисеевич, ну, конечно, те суммы, которые вы назвали, вопрос формирования стипендиального фонда, безусловно, очень невелики. Вы ждете, что где-то 50-100 в идеале школьников, закончив наши хорошие школы, поступят в Магнитогорский технический университет и займутся вот этими проектами, которые вы обозначили. 50-100 – мы столько найдем вообще детей в свете новой модности на блогерство, на занятия творчеством? Или вы оптимистичны в этом смысле? Это зависит от того, какую картину мы им нарисуем. И даже не столько нарисуем, но и создадим. Если мы нарисуем что-то очень интересное, если это их заинтересует, ну, они пойдут сюда. Значит, для этого нужно сразу проектировать и будущее. Нужно, чтобы руководители лабораторий, опять-таки, не всех, может быть, составили программу на 10-15 лет. То есть, прошу прощения, не только ваши, но и других лабораторий? Ну, и других лабораторий. Создавили, составили программы на 10-15 лет. Значит, дальше предусмотрели какие-то показатели развития этих лабораторий. Показали, предусмотрели появление новых молодых людей. Их рост карьерный, этих молодых людей. И под это, наверное, возможно, руководство университета может дать гранты. Это фактически и есть программа развития университета, и в том числе программа развития области. Я тоже хочу вас поддержать в том, что это не только программа развития университета, но и города. Город – это прежде всего люди. Люди с думающими глазами сделают и построят прекрасный город. Согласна с вами абсолютно. Но пока другие лаборатории подтягиваются, я так понимаю, что вы делаете уже много. Ведь это дети, их научная работа, их патенты, их доклады, их трудоустройство. Я знаю, что у вас есть трудовые договора с 16-летними, и это прекрасно. Вот эти ребятки, которые уже были у вас, мы приносим прощение молодым, серьезным людям, что называем их ребятками. Вы, конечно же, серьезные молодые люди, но для нас еще отчасти дети. Верно, Александр Моисеевич? Верно. Мы их любовно так называем. Вот эти ребята, они уже выражают намерение поступать в МГТУ, или созданный фонд будет им подкреплением. Одно дело, я иду на 3 тысячи бюджетной государственной стипендии. Может быть и меньше. Но 2 800. 2 800, да. А другое дело, мне говорят, что плюс еще 10 тысяч рублей. Или 20. Или даже 20. Вы слышали от них, что они посматривают на эту идею? Здесь несколько вещей есть. Во-первых, университет строит программы. И речь идет о том, что необходимо привлечь фирмы, компании, организации, может быть, заводы, которые заинтересованы в этом. И которые готовы софинансировать эти вещи. Для подготовки, в том числе, кадров для них. То есть, это раз. Второе, лаборатории институтские, которые продвинуты, которые тоже заинтересованы в получении новых талантливых людей, они тоже могут в этом участвовать. Участвовать в грантах и во всем, при поддержке грантов и всего остального. И, в-третьих, это вот этот фонд, который бы давал, гарантировал получение этими ребятами стипендии. То мы бы создали какую-то базу. И довольно большое, рядом с университетом было бы 20-30 организаций, которые бы в том числе участвовали в этой программе, поддерживали его. И тогда она начнет жить, люди будут куда-то, то есть, университет будет создавать рабочие места. Не создавать, а готовить людей для рабочих мест, для себя готовить людей. И как-то оно начнет работать, жить. Город и область будут поддерживать, давать специальные программы, возможно, организовывать программы, гранты под это. А вот в вашей занятости, вы найдете время стать какой-то организационной, движущей силой? Или вы хотите, чтобы это была ассоциация выпускников, или ректорат, или, может быть, это депутатский корпус магнитки создаст некую организацию? Как вы это видите в структуре? Я считаю, что это одна из самых главных задач университета. И города. И города, и области сейчас. Ну, вообще, это и в стране очень важная вещь. Особенно сейчас. Особенно сейчас, да. Значит, поэтому я считаю, что... То есть, мне это интересно. Я это начал со своей лаборатории. Мне интересно привлекать людей в нашу лабораторию. Ну, в мою организацию. У меня кроме лаборатории есть. Мне это важно. Но, кроме всему прочему, я готов в этом участвовать. Потому что мне интересно... То есть, мы все заняты. Понятно, что и ректорат, но все поддерживают само это направление. Я думаю, что и мэр города, и губернатор. Несомненно. То есть, здесь и сама по себе идея, она светлая, она хорошая. Конечно же. То есть, я не думаю, что кто-то будет явно против. Другой вопрос. Как это организационно сделать? Как это сделать... Ну, правильно сделать? Это другой вопрос. Я готов в этом в том числе участвовать. Потому что, еще раз, что мне интересно. Я понимаю, что без какого-то толчка это все будет тормозиться медленно. Ну, нужно это оттолкать, проталкивать. И если мы сделаем правильную волну, хорошую, добрую, то мне кажется, что это сможет как-то продвинуть этот процесс в правильном направлении. Александр Масеевич, я знаю, что первую заявку на реализацию этого проекта вы сделали в ходе конференции, которую проводила кафедра философии. Не могу вспомнить буквально ее название. Но тогда собравшиеся ученые, в том числе и региона, и других, обсуждали вообще судьбы развития моногородов. Эта мысль была закреплена, что мы имеем кадровый ресурс вообще для того, чтобы регион жил и развивался. Не могут все уехать в Москву по целому ряду причин. Ну, и потому еще, что, в общем-то, и в Москве уехавшим может быть не столь комфортно, сколько в небольшом моногороде, приятном для жизни. То есть тема уже заявлена. Теперь, я так понимаю, организационно нам нужны какие-то моменты согласования с городом. Будем считать, что вот эта программа, это первая заявка на такую встречу. Мы просим всех об этом подумать. И я думаю, вы назначите такие встречи. Давайте еще немножко о ребятах. Вот уровень таланта ребенка, таланта в технической сфере. Он чем измеряется? Только ли интересом к физике, только ли знанием, только ли общим уровнем IQ? Или вы в них видите вот какую-то сейчас поисковую активность, которая уже есть? Очень сложно оценить талант ребенка, выявить, что ему нравится, что не нравится. Неплохо, чтобы он попробовал. И вообще человек, когда у него уже появляется какой-то успех, когда он общается, даже ребенок может быть чуть менее талантливый, чем другие. Но когда он общается с талантами, он может быть работоспособен. У него могут быть какие-то другие способности, которые позволят ему догнать и обогнать людей, возможно, первоначально чуть более талантливыми. Поэтому я бы, вот, интерес, ну, как правило, если я, вот, мне на уши кто-то наступил, слон, то есть у меня музыкального слуха совсем нет, но я, понятно, что я не пою нигде. Я это понимаю. На всякий случай. Да, я не выхожу и не начинаю петь, танцевать, ну, нет, ну, ладно, танцевать могу. Значит, ну, петь я понимаю, потому что у меня нет успеха. Если я хорошо бегал, значит, я бегал. Если я, то есть человек обычно проявляет себя, ему интересно то, что у него хорошо получается. Но, вот, понятно, математику дети изучают в школе, там, информатику изучают в школе. Ну, физику, ну, обработку, допустим, металлов давлением никто в школе не изучает. И они понятия не имеют, что это такое. Интересно, неинтересно. А мы им даем возможность соприкоснуться с реальными производственными задачами. Комбинатскими, Русала, Русаксида. И вот с индийцами у нас сейчас задача, сейчас работа с китайцами. Там, с Месисом, с Колково, другими университетами. В Красноярском, в Суфой. И они это видят, реальные задачи. Они видят, что мы их решаем. Они сами участвуют в решении этих задач. И многим становится интересно. И вообще говоря, ну, вот они поступают, вот они сейчас в 10 класс. Они два года занимаются с нами. Ну, это мы про проектную школу. Про проектную школу. Да не обязательно. Это, может быть, кто-то другой придет из других школ. Если он придет и выразит желание у нас заниматься, мы проведем какое-то собеседование, может, какой-то отбор. И дальше он два года занимается. Потом он занимается четыре года в бакалавриате. Потом два года магистратуры. И после этого он просто может сразу кандидатскую защищать. Он за это время почти поступит в аспирантуру и тут же защитится. Если ему это интересно. Ну, и он станет действительно серьезным специалистом. Он выступит с докладами. Мы его научим писать патенты. Мы его научим делать доклады на конференциях. Мы его научим создавать какие-то технологии. Александр Максимович, но к вам дети уже приходят. Вот сейчас я услышала, что, по сути, можно разговаривать о создании системы экскурсионных программ из других школ. Прихода в лабораторию школьников. Это тоже такая мысль, которую, возможно, нужно додумать и реализовать. Я выражаю надежду на то, что и другие лаборатории университета готовы к этому. Так ведь? Ну, значит, в университете есть лаборатории разные. Кто-то больше готов, кто-то меньше. Но я надеюсь, что... Ну, сейчас целая программа идет в университете. Сейчас проектор университета разрабатывает, вот Терентьев, программу создания инженерного образования специального для студентов, которые поступили. Ну, я думаю, что в этом направлении сейчас много действий. Ну, очень хорошо, что это даже не первые шаги. Это уже и какая-то такая начавшаяся дорога. Ее осталось, как говорится, пройти до конца. Ну, мы около года занимаемся. Александр Моисеевич, я вижу, что это не первые шаги. Это уже путь, который начался. Осталось пройти его до конца. Да, очень важно, чтобы эту значимость понимал и город, и университет. Собственно, университет, я думаю, это уже понимает. Да, и, конечно же, руководители нашего региона. Мы, со своей стороны, готовы вам во всем помогать. Спасибо, что вы делаете это. Спасибо, что вы сегодня были нашим гостем. Спасибо вам. А нашим зрителям я напоминаю, что возможности есть. Мы должны их увидеть. Я прошу родителей подумать о судьбе своих детей. Какой путь они выберут. И будут ли они успешны в этой жизни. Какой будет рецепт этого успеха. Давайте мы все возьмем небольшую паузу и подумаем об этом. А я напоминаю, что программа вышла в эфир при поддержке стипендиального фонда в городе Магнитогорске депутата Государственной Думы Павла Владимировича Крашенинникова. И прощаюсь со всеми нашими зрителями. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!